Кровь, боль, трагедия и нищета. Новости именно с таким содержанием больше всего привлекают внимание бельчан и других жителей Молдовы. При этом репортажи с культурных или спортивных мероприятий остаются практически незамеченными. Например, новость нашего новостного портала Норд Ньюз, Акчидент Трачик Ла Единец, опубликованная 24 сентября этого года на Ютуб, набрала более 13 тысяч просмотров. Родитель Серега, я знаю, как услышал. Он умер сразу, когда я вышел. Он только сердце добивал. В то же время репортаж о том, как в одном из бельских лицев отметили День пожилого человека, набрал всего 152 просмотра за тот же период. Психолог Алена Бешига рассказала, почему люди смотрят плохие новости. По ее словам, одна из причин – это желание испытать сильные эмоции, позволяющие человеку чувствовать себя живым. Те, кому в реальной жизни не хватает адреналина и ярких событий, их будни настолько спокойны и размерены, что они получают учащенное сердцебиение и небольшой выброс адреналина в кровь, благодаря таким новостям. У некоторых людей есть проблемы с анализом собственных чувств, и только сильный и чаще негативный раздражитель способен расшевелить их. Именно поэтому они подсознательно стремятся испугаться еще больше. Зритель, читатель испытывает радость и облегчение от того, что все это было не с ним. Люди признаются, что больше всего смотрят в онлайн-медиа новости о происшествиях. Меня не интересуют, например, какие-то склоки, какие-то сплетни, интересует то, что меня может поучить чему-то. Например, Виталию Пензару. Просто я этого человека знала, и очень интересно то, что произошло, например, за три недели. Человек был в полном здравии, и что-то там приключилось, никто не знает правду. Людям всегда нравится больше страсти, нежели жить в позитиве и думать о хорошем. Потому что редко это случается и интересно. Ну, не каждый день этого видишь. Шок просто. Люди на это нацелены. К сожалению, чем острее, тем она интереснее. Конечно, сначала исключаешь своих близких, своих родственников. Ну, раз первый раз меня что-то заинтересовало, то, конечно, я хочу узнать, что произошло дальше. Ну, в потерянных детях или там последний раз, допустим, девятилетняя девочка, к сожалению, нашли, ее искали две тысячи человек и нашли убитой. О всем переживаешь, о всем думаешь, потому что невозможно. Любопытность любого человека, поэтому интересно. Ну, узнать концовку этой ситуации, что там произошло, как все решилось. Бельчане утверждают, что на втором месте у них новости о политике и спорте.